Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по Scratch. На этом уроке мы с вами продолжим делать космическую игру стрелялки, в которой в этот раз мы с вами добавим жизни для нашего космического корабля. Нарисуем сердечки, и каждое сердечко будет означать жизнь игрока, жизнь космического корабля. Итак, если вам нравятся такие уроки, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте приступим. Переключаемся на рабочий стол. Переключились. Смотрите, вот наша игрушка. Давайте мы ее запустим с вами. Мы можем управлять космическим кораблем, который должен пролетать вот эти скалы. Если он врежется в скалу, то игра у нас с вами закончится. У нас всего здесь 4 спрайта. Первые 2 спрайта — это космическое небо, которое движется к нам навстречу. Код для этих двух спрайтов вы можете посмотреть в отдельном видео на канале, как сделать так, чтобы фон игры у вас двигался. Следующий спрайт — это спрайт космического корабля. Именно здесь вы и написали код для того, чтобы можно было им управлять. И четвертый спрайт — это спрайт движения скалы навстречу космическому кораблю. Теперь давайте добавим сюда сердечки для того, чтобы сделать жизни для нашего космического корабля. Открываем Яндекс. В Яндексе пишем «Сердечко». ПНГ. И выбираем картинки. Теперь мы можем с вами выбрать какое-нибудь сердечко, которое будет отображаться у нас с вами в игре. Так, выбираем, например, вот это сердечко. Берем правой кнопкой «Сохранить изображение как». И сохраняем наше сердечко в папку с нашей игрой. Вот папка «Игра космической стрелялки». Именно сюда мы и сохраним наше сердечко. Берем «Сохранить». Сворачиваем окошко. Возвращаемся в наш скретч. И теперь давайте сюда добавим этот спрайт. «Выбрать спрайт». И выбираем вот этот пункт «Загрузить спрайт». Выбираем наше сердечко и берем «Открыть». Смотрите, такое большое сердечко добавилось к нам с вами на экран. Давайте его размер немножко уменьшим. Напишем, например, 30. Даже это большое. Пишем 20. Так. И еще можно даже написать 10. 10 маловато. Давайте 15. Отлично. Вот такое сердечко у нас с вами появилось на экране, которое обозначает количество жизней у нашего космического корабля. Давайте мы вот это длинное название «Херцен» переменуем на «Херцен-1». Вот так вот. И продублируем эти сердечки. Правой кнопкой «Дублировать». Ставим второе сюда. Это уже... Это, заметьте, уже «Херцен-2». Еще раз дублируем. И получается «Херцен-3». Вот они, три сердечка. У нас с вами для нашего космического корабля. Теперь давайте их выровняем по одной линии. Выбираем вот это сердечко первое. Смотрим «Y». 149 копируем. Берем второе сердечко. 147 меняем на 149. И у третьего 144 меняем на 149. Они встали в ряд. То же самое мы можем сделать с вами для того, чтобы между ними было одинаковое расстояние. Смотрите, 208х у «Херцен-1» и 144 у «Херцен-2». То есть разница между ними будет 56 и 8. То есть 64. Смотрим. 144 и 81. Это будет 63. Убираем лишнюю единичку. И будет между ними тоже 64. Так, давайте проверим себя на калькуляторе. Смотрим. 208. Минус 144. 64. Отлично. Теперь наши сердечки с вами распределены равномерно. Хорошо. Как мы будем с вами считать жизни? Конечно, для этого мы будем с вами использовать переменную. Давайте мы ее с вами создадим и назовем «Жизни». Берем вот этот раздел «Переменные». Нажимаем пункт «Создать переменную». И пишем «Жизни». Нажимаем «Ок». Для всех спрайтов. Вот наша с вами переменная. Когда мы только с вами запускаем игру, то, конечно, мы должны установить нашей переменной значение 3. 3 сердечка, 3 жизни. Выбираем спрайт с нашим космическим кораблем. Из переменных выбираем команду «Задать жизни» значение. Бросаем самое начало после, когда нажат фажок, значение 3. Именно в этой переменной мы с вами и будем считать количество наших жизней. Хорошо. Если мы нажмем «Старт», то у нас с вами количество жизней 3. Когда у нас с вами происходит столкновение, то количество жизней должно меняться. Мы это с вами сделаем. Но также обратите внимание, что при старте игры наши сердечки должны показаться. Потому что, когда жизнь будет отниматься, они будут скрываться. Поэтому выбираем первое сердце. Берем событие. Когда нажат фажок, выбираем внешний вид и выбираем команду «Показаться». Этот блок кода несем на «Херт-2» и несем на «Херт-3». Теперь у нас с вами этот блок кода присутствует на всех трех сердечках. Смотрите. Третье, второе, первое. Отлично. Давайте вернемся на наш космический корабль. Смотрите. У нас здесь есть код. Когда нажат фажок, мы ждем до касания этой скалы. А потом меняем костюм на разбитый корабль и все останавливаем. Конечно, когда у нас с вами несколько сердечек, то останавливать вот этот код мы должны, когда у нас останется ноль жизней. Поэтому уберем этот код правее. А сюда теперь мы с вами добавим бесконечный цикл «Повторять всегда». Идем в управление. Берем «Повторять всегда». Потому что мы всегда теперь будем проверять, а касаемся ли мы с вами скалы. Берем «Если то», выбираем «Касается скала». Если мы с вами касаемся скалы, то мы с вами должны уменьшить наше количество жизней. Поэтому берем из переменных «Изменить жизни на минус один». Вот так вот. То есть, как только мы с вами коснулись скалы, то количество жизней будет сразу у нас уменьшаться. Обратите внимание, как бегут вот здесь вот цифры. Почему? Потому что, когда мы с вами коснулись скалы, то мы должны подождать одну секунду, чтобы мы ее пролетели. И не вычитать жизни. Потому что, иначе, у вас жизнь будет вот так вот быстро уменьшаться. Поэтому берем из управления, ждать одну секунду. И бросаем после «Изменить жизнь на минус один». Теперь у нас с вами жизни будут уменьшаться на минус один каждый раз через одну секунду. Так, хорошо. Жизнь уменьшается, но как только уменьшилась жизнь, то у нас с вами должно исчезнуть одно сердечко. Поэтому в этом же цикле бросаем еще раз проверку условия «Если то». Вот он, условный оператор «Если то». «Если то», что мы будем проверять? «Если жизни равняется 2», то мы тогда передадим вот этому третьему сердечку «Скрыться». Берем операторы, выбираем «Равняется 2», берем переменные и берем «Жизни». То есть, если жизни равняется 2, когда он первый раз врезался, то мы с вами должны из событий передать сообщение «Две жизни». Выбираем новое сообщение, пишем «Две жизни». Окей. Когда мы с вами передали вот это сообщение «Две жизни», то вот это сердечко третье, вот оно. Смотрите, я его нажимаю, и оно здесь подсвечивается. Должно скрыться. Поэтому из событий, когда я получу две жизни, мы должны из внешнего вида взять спрятаться. Давайте проверим, что у нас с вами получилось. Нажимаем «Стоп», «Старт». Космический корабль летит, пролетает и врезается. Смотрите, количество жизней уменьшилось. Давайте еще раз запустим. Так, врезаемся. Количество жизней уменьшилось не сразу. Обратите внимание. То есть, когда мы только с вами врезались, количество жизней не сразу уменьшилось. Почему? Потому что мы с вами вот здесь вот ждем одну секунду. А мы должны сразу передать это сообщение дальше, а только потом уже ждать одну секунду. Для того, чтобы нам с вами не ждать эту одну секунду и сразу реагировать, когда жизней стало две, мы можем вынести вот этот блок кода в отдельную проверку условия. Для этого смотрите, что мы с вами сделаем. Возьмем «Событие», когда нажат флажок, опять возьмем из управления бесконечный цикл «Повторять всегда», и именно в этом отдельном блоке кода мы будем с вами проверять, если жизней равняется две. То есть, у нас с вами теперь два блока кода. Первый блок кода проверяет, что мы в принципе коснулись скалы, и количество жизней уменьшается на единичку. И происходит ожидание одной секунды, чтобы мы с вами смогли пролететь эту скалу. А второй блок кода всегда проверяет, если жизней стало две, то сразу передает это событие нашему сердечку. Теперь смотрите, когда мы запустим и сразу врежемся, сердечко сразу же исчезает без всякой задержки. Отлично. Давайте мы теперь с вами продублируем этот код «Если», дублировать, вот этот условный оператор, и сделаем, если жизней равняется один. То тогда мы с вами передадим новое сообщение «Одна жизнь». Вот так вот. Окей. И для второго сердечка мы с вами тоже должны взять из событий, когда я получу одну жизнь, вот так вот, то из внешнего вида мы берем с вами команду «Спрятаться». Аналогично мы делаем с вами для третьей жизни. Берем наш космический корабль, дублируем условный оператор «Если», бросаем его сюда ниже, и «Если жизни» равняется ноль, то передать ноль жизней. Ноль жизней. Окей. И для третьего спрайта, вот этого, который находится в самом первом месте, мы с вами тоже берем из событий, когда я получу ноль жизней, выбираем внешний вид и берем команду «Спрятаться». Смотрите, что у нас с вами получилось. Здесь первая жизнь исчезла, вторая жизнь исчезла, третья жизнь исчезла. И, конечно, на третью жизнь у нас с вами должно произойти взрыв космического корабля. Давайте так и сделаем. Нажмем «Стоп», возвращаемся в код корабля и смотрим внимательно на нашу программу. Что мы с вами делаем? Когда жизни ноль, то мы с вами должны остановить программу и изменить костюм на тот, который со взрывом. То есть мы передали ноль жизней, меняем потом костюм на взрыв и останавливаем программу. Хорошо, вот этот лишний кусочек теперь можем убрать. И давайте мы с вами добавим эффект. Эффект того, что наш космический корабль, когда врезается, он мерцает. Для этого вот сюда, где находится команда «Ждать одну секунду», мы с вами добавим «Изменить эффект цвет» на 25. И сделаем мы это, например, из управления. Повторить 10 раз. 10 раз повторим вот этот эффект. Конечно, он должен идти с каким-то интервалом. Поэтому «Ждать одну секунду» помещаем сюда и меняем ее на 0.1. Вот так вот. И вот этот кусочек кода бросаем после «Изменить жизни» на минус 1. Давайте запустим и проверим, что у нас с вами получилось. Так, летим. Корабль не мерцает. Пролетаем все. Врезаемся в первую скалу. Наш корабль замерцал. Видите, да? Задеваем вторую, тоже замерцал. Жизнь не уменьшилась. Врезаемся в последний раз и происходит взрыв. Сердечки все исчезли. То есть мы с вами сейчас научились добавлять жизни в нашу игру. Тем самым вы можете это уже использовать в ваших играх. Делать их более динамичными. Делать так, чтобы в них было интересно играть. Вы можете добавить какие-нибудь сундучки с жизнями на экран. Либо какие-то космические подарки, касаясь которых ваши жизни будут восстанавливаться. Это очень классно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Ставьте лайки. Комментируйте. Задавайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...